Слово «посредник» не подходит, посредник не нужен. Вы говорите не о духовном учителе, когда называете слово «посредник». «Посредник» означает, ну, например, фото, ксерокопия, скажем, да? Берете оригинал, хорошую, качественную фотографию, делаете ксерокопию, она будет чуть-чуть ниже качества. Следующая ксерокопия – еще, 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 и в конце концов получать что-то бледное, далекое от совершенства. Это посредничество называется. А здесь нужно другой термин использовать, если говорить о духовном учителе. Каждый человек, который что-то от нас слышит, или мы слышим от какого-то человека, мы что-то присваиваем себе. Знаете, как это происходит? Перетолковываем на свой лад, свое понимание. Это себе я усвоил, для себя. Для себя. Поэтому так прерывается ученическая преемственность. Поэтому слово «посредник» не подходит. Ни один человек не может быть духовным учителем, если он непрозрачная среда. Так, так говорится, прозрачная среда. И дается пример. У меня плохое зрение. Очень плохое зрение. Что мне нужно? Мне нужны очки. Такая среда, через которую смогу увидеть. Вот, что такое духовный учителем. Поэтому, когда вы говорите о духовном учителе, используйте слово «прозрачная среда». Или «мое духовное зрение». Например, если человек слеп, он же пользуется глазами других людей. Ведут его, он спрашивает, он имеет представление от кого-то другого, кто видит. Так же, говорится, татва даршина, вы должны найти того, кто видит. И этого человека вы должны называть духовным учителем, а не какого-то другого. Не любого самозванца. Поэтому нужно разобраться, кто же такой духовный учитель. Вы же не видите Бога. Как же быть? Как вы хотите непосредственно его увидеть? Как это возможно? Если существует туман, анард и облако невежества, так называют, скрывающие стихии солнца. Туман скрывает, еще облака скрывают. И как же вы увидите? Даже если вы напряжете свое зрение, изо всех сил постарайтесь, все равно не сможете проникнуть обычными глазами сквозь перену тумана и слой облаков. Вы не сможете. Вам нужно подняться на высоту? Или хотя бы спросить, кто на высоте, по рации, там есть солнце? Кто-то скажет, да, тут все сияет вообще, тут столько света. Передаст вам это чувство, почувствовать даст вам, что есть столько света. Поэтому нужно просто найти правильный источник. Если вы получали из неверного источника духовные знания, то можно понять ваше настроение. Но прапада также разбивает этот аргумент. Если вы пошли к дантисту, а он оказался шарлатан. Вы находите какого-то гура, а он шарлатан. Он сам не знает. И вот, например, дантист. Сломал вам зуб здоровый. Вместо того, чтобы вылечить, он просто неумело это сделал и сломал вам зуб. И вы после этого говорите, больше никаких посредников, больше никаких донтистов. Но если у вас заболит зуб, куда вы пойдете? Вы все равно должны найти донтиста, но авторитетного. Это не меняет положение. Это пример прапада. Есть пример более такой кардинальный. У вас порог сердца, у вас нужно операцию делать. Если вы даже опытный хирург-кардиолог, вы себе сам операцию на сердце не сделаете. Можно сказать, я лучше всех знаю, никому не доверяю. Но если у вас такая ситуация, вы сами себе не поможете. Вам нужен все равно другой врач. Вот такие примеры передаются. Поэтому, с другой стороны, еще ваш вопрос. Вы хотите увидеть Бога без посредника, но вы уже получили понятие Бога от посредника, от кого-то. Вы уже приняли чей-то авторитет, хотя бы это слово приняли, от кого-то веру получили. На самом деле, вы уже учитесь у кого-то. Просто вы не доверяете тем, у кого вы учитесь одновременно. Вы учитесь одновременно, вы не доверяете. Вот такая сложная ситуация возникает. Вы не можете ни у кого не учиться и все знать. Это невозможно. Вы все равно у кого-то должны услышать. Даже если кто-то вам скажет, не слушайте никого, имейте свое мнение, вы слушаете его. Вы принимаете его авторитет. Вы все равно чей-то авторитет принимаете. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok